Здравствуйте, с вами Денис Панфёров, канал журнала Мотоэксперт. Пятый пакет санкций Евросоюза запретил импорт в Россию из Европы мотоциклов стоимостью дороже 5000 евро и запчастей к ним. К сожалению, в этот же пакет санкций попала и резина для мотоциклов стоимостью дороже 5000 долларов. Это обрушило рынок резины в России и привело к тому, что то, что здесь было, подорожало практически вдвое. То есть, если в прошлом году комплект можно было купить тысяч за 15-20, то в этом году он стоит уже в районе 30-40. В связи с тем, что санкции вводились со стороны Европы, Америки и Японии, азиатские производители их не поддерживают и им осталось только прийти на наш рынок, чтобы торговать своей резиной. Уже в этом году появились новые производители на нашем рынке и я думаю, что в следующем году их станет еще больше, потому что как только какая-то ниша освобождается, туда обязательно кто-нибудь приходит. Но вот какая есть сложность. Не все производители китайские обладают технологиями, которые нужны для производства современных мотоциклетных шин. Например, мало кто умеет делать радиальные шины. Диагональные шины делать просто, радиальные делать гораздо сложнее, там уже нужно более дорогое и сложное оборудование. И помимо радиальности, мало кто овладел технологией двухкомпонентной шины, когда у нас, допустим, центр и боковины делаются из резины разной жесткости и по-разному немножечко сцепляются с асфальтом при движении по прямой и в поворотах. Компания Тянцзин Гэллоп Технологи Компани ЛТД, которая находится в городе Тянцзинь, он находится между Пекином и морем, занимается выпуском радиальной мотоциклетной резины с 2014 года. Это первый китайский производитель, который освоил выпуск радиальных шин. Сейчас в Китае есть еще заводы, которые делают радиальные шины, но они принадлежат европейским компаниям и японским. А шины Кингтай, торговая марка компании, про которую я вам рассказываю, они единственные на данный момент китайские производители радиальных шин с китайскими корнями, а не с европейскими. Годовой объем производства компании 300 тысяч шин, но они сами заявляют, что готовы выпускать до 2000 шин в день. Это действительно большие объемы производства, потому что производство шин этот труд не полностью механизированный, в нем есть большая доля ручного труда, потому что весь вот этот бутерброд из каркаса внешнего слоя резины и запекания, перед запеканием, он делается вручную. И производить 2000 шин в день, это нужно действительно большое очень производство. Производство хорошо оснащено, на нем очень сильный контроль качества продукции и шины действительно получаются ровными, аккуратными и при балансировке не берут обычно много грузов. То есть эта резина, она сделана на очень высоком уровне и не доставляет никаких проблем при монтаже и при использовании. Все шины обладают сертификатами качества. Это СЦЦ, американский ДОТ, европейский ЕЦЕ и сертификаты РИЧ и ИСО 9001, подтверждающие контроль качества производства. Поставляются они по всему миру, есть поставки в Северную и Южную Америку, в Европу, ну и естественно в Азию, где они производятся. С 2022 года эти шины официально представлены в России, их импортирует Байкленд. Серьезность намерений компании Кингтайр можно увидеть по размерному ряду производимых шин. Ну, во-первых, у них есть шины для литровых спортбайков и есть шины для Дукати Диавелли. Это, в принципе, третья компания в мире, которая делает шины для Диавелли, там очень редкий размер, 240-45 на 17. К тому же, у них есть шины для кастомов шириной 310, 330, 360 и 400 миллиметров. То есть, это вот такой ширины шины. Насколько я понимаю, в мире есть всего четыре компании, которые делают кастомные шины шириной более 300 миллиметров. Что особенно приятно, это ценовая политика. Шины Кингтайр остаются в бюджетном сегменте рынка. Комплект на среднестатистический спортбайк будет стоить где-то в районе 17 тысяч рублей. Это нормальная цена прошлого года. Как я уже говорил, что сейчас такой комплект от именитых производителей, даже если шины сделаны там же в Китае, будет стоить 25 и более. Кингтайр К66 это резина для туристических эндуро и тяжелых туристических эндуро. Приятно, что есть в современных размерах. Это 120-70-19 перед, 170-60-17 зад. Что сейчас стало как бы тенденцией для больших тур эндуро. Это Большой Гусь, Панамерика, КТМ 1290 Супер Адвенчир. То есть, все вот эти современные мотоциклы, они идут с такими размерами резины. Помимо этого, есть резина для предыдущего поколения, типа воздушного Гуся 1150 и Вестрема, где 110-80 впереди, 150-е сзади. И еще в этом размере есть Перец 120-70-17, что позволяет поставить ее на дорожный мотоцикл вместе со 170-м задом и на обычном дорожном мотоцикле сделать какое-то небольшое путешествие по асфальту и не очень по асфальту, допустим, по гравию. Производитель позиционирует эти резины как 70% асфальт, 30% бездорожья. Но надо понимать, что вот с такими блоками протектора какая-то липкая грязь ей противопоказана, потому что резина забьется. Но по плохому асфальту, по гравию и по сухой грунтовке эта резина будет держать очень неплохо. Приятных опций в этой резине есть то, что эта резина радиальная со стальным кордом. Здесь стальной корд бесшовный, то есть это единой проволокой. Навита она вся от края до края, причем плотность проволоки по центру чуть выше, по краям чуть мягче, чтобы на краю резина была более податливая, центр был более жесткий, что продлевает ей жизнь. Блоки протектора расположены так, что вот эти канавки хорошо отводят воду из пятна контакта. Причем заднее колесо ориентировано по воде, а переднее ориентировано против воды для того, чтобы при движении в наклоне вода выводилась наружу поворота, а не греблась под себя, чтобы не было такого, что вот нагрести под себя и всплыть. По сопротивлению аквапланирования резина очень хорошая, по компаунду по резиновому она двухкомпонентная, у нее более мягкие боковины, более жесткие центры, спереди и сзади. Поэтому при большом ресурсе этого колеса она обеспечивает хорошие сцепные свойства в поворотах и соответственно как бы на ней не страшно ездить и по прямой и в поворотах. Через центр проходящие поперечные канавки дают уверенность при движении по грязному асфальту, при сыпанном песочке, и по твердым грунтам. Потому что если у вас по центру нет поперечных канавок, то на пыльном грязным песком посыпанном асфальте вам будет ехать плохо. На этой резине будет ехать хорошо. Кингтайр К-82 это внедорожная резина для туристических эндуро. Позиционируется она как 60 процентов бездорожье, 40 процентов асфальт. То есть можно своим ходом доехать до оффроуда и там уже оффроудить на здоровье как бы и в радость. Особенность этой резины в том, что у нее есть стальной корт, у нее индекс скорости h 210 километров в час и протектор у нее позволяет ехать не только по асфальту и по сухому грунту, но и по реальному внедорожью, потому что крупная шашка и большое расстояние между ними позволяет прям вот грести в грязи и очищаться на ходу, когда грязь вылетает и шина остается чистой. Протектор расположен практически симметрично, у него нет такой четко выраженной лопатки, но при этом стрелочка rotation сбоку на шинах есть и нужно ориентироваться на стрелочку, когда вы их монтируете. Из приятного у них центральный ряд шашек он такой 2-3-2-3, но есть еще боковой ряд шашек, который держит мотоцикл в наклоне. Что интересно сделано, это то, что между центральным боковым рядом шашек они расположены не с промежутком, а немножечко вот как молния заходят друг на друга, чтобы не было такой ситуации, когда в наклоне вы доходите до той зоны, где по всей длине окружности промежуток в шашках и мотоцикл делает такой чик и валится чуть дальше на бок. С этими шинами такого не будет, при любом угле наклона мотоцикла будет плотный контакт шашек с асфальтом, то есть вот каких-то нюансов управляемости, когда мотоцикл чуть-чуть падает, не будет. Шины с остальным кордом, здесь идет одной сплошной проволокой навивка, по центру чуть-чуть гуще, по бокам помягче, чтобы боковина была мягче, лучше держала в поворотах, а центр был пожестче, меньше снашивался, дольше жил. Размерный ряд подходит для современных тур эндуро, есть передние 19 колеса, передние 21, задние 17 и 18. Единственная сложность, нету колеса в размере 110, 80, 19, как ставилось, допустим, на воздушного гуся и на V3, но туда входит колесо 120 на 70, обычно оно на этот диск встает, за крыло не цепляет, и комплект на такую тур эндуро вы себе соберете, для того, чтобы съездить куда-нибудь там, на север, на Териберку, или на юг, на Кавказ. King Tire K81 и K83 это резина для внедорожных мотоциклов, у нее нет сертификата DOT Департамента транспорта для применения на дорогах общего пользования. Это резина для кроссовых мотоциклов и для Hard Enduro, для применения исключительно на грунте. По формату грунтов это средние и мягкие грунты, для подготовленных трасс это будет земля-песок, а для просто выездок в лес это будет примерно широта Москвы, то есть это наши вот любимые болоты глина, песок и мягкая земля. Говнолин это называется. Говнолиния. Говнолиния от Данон. Сужение шашек кверху делает и большое расстояние между шашками, придает этой резине хорошие свойства для самоочищения. То есть если ехать быстро, то грязь не задерживается между шашками, а вылетает и уже на следующий оборот колеса оно снова приходит очищенными шашками в землю. Это дает очень хороший зацеп. Также на зацепх действует форма шашек расположенных на заднем колесе вот такой вот лопаточкой. Она прям загребает грунт и придает очень хорошую возможность ускориться из поворота. За что эту резину красмены точно совершенно полюбят, потому что зацеп у нее очень хороший. Из интересных свойств резины то, что она тоже радиальная, как ни странно, у нее есть стальной корт вокруг, она долго живет, у нее такой жесткий каркас, который не продавливается, который даже при небольшом давлении внутри колеса сохраняет пятно контакта не кольцом, а именно плоскостью и обеспечивает хорошие сцепные свойства резины на грунте. King Tire K97 это двухкомпонентная радиальная резина для современных спортбайков и современных naked, то есть для мотоциклов мощных и быстрых. Отличие резины у нее двухкомпонентный состав, у нее мягкие боковины и более жесткий центр по составу резины, что дает стабильность при движении по прямой, хороший держак в поворотах и большой ресурс срок службы резины. У этой резины стальной корт, он единой проволокой на вид справа, причем плотность навивки по центру чуть выше, чем по бокам, что тоже дает мягкость боковинам, но при большом ресурсе центра. Точно по центру нет протектора ни спереди, не сзади, то есть эта резина реально порадует вас своим ресурсом. А водоотводные канавки, они сделаны так, чтобы отводить из пятна контакта воду в разные стороны, чтобы не было аквапланирования, чтобы у вас колеса не всплывали, когда вы едете по лужам. Рисунок переднего и заднего колеса похожий, но ориентация этого рисунка разная, поэтому при монтаже резины смотрите на стрелочке rotation сбоку и ставьте по шинам, они в соответствии с внутренним миром шиномонтажника. Шины представлены в очень широком списке размеров. Переднее колесо бывает от 100 шириной до 120, 17, 18, 19 в диаметре в посадочном. Заднее колесо от 130 шириной до 240, причем 240 это уникальный размер на Дукате Диавель, и у этой резины есть специальный размер для того, чтобы можно было одеть Диавель. Большая редкость, потому что резины на Диавель, например, сейчас в Москве нет, а вот Кингтайр ее выпускает, и Байкленд ее тоже не привез. В составе резиновой смеси на переднем и на заднем колесе высокое содержание диоксида кремния силики. Это придает самой резиновой смеси, самому компаунду, свойство эластичности и быстрого прогрева даже при езде в холод или подождем. То есть эти шины не нужно долго прогревать, они практически с самого старта уже готовы к нагрузкам и хорошо держат. Диоксид кремния добавляется на автомобилях к зимней резине, чтобы она не теряла эластичность, а на мотоциклах к спортивно-туристической и туристической резине для того, чтобы сделать резину более всепогодной, чтобы можно было ездить и при низких температурах окружающей среды. Кингтайр К-97 будет уместно ставить на спортбайки для езды по городу, на современные некиды, причем даже современные литровые некиды, которые там под 200 сил, это тоже будет хорошо. Эта резина неплохо держит по-мокрому из-за высокого содержания диоксида кремния и по суху она тоже держит хорошо. Для трека это не подойдет, все-таки это гражданская резина, это для езды по городу и для путешествий. Кингтайр К-902 это спортивно-туристическая резина для современных мотоциклов с обоими колесами 17 дюймов. Перед 120-70, по заду есть два варианта 180-55 и 190 на 50. Резина немножко напоминает своим рисунком Мицеллер Роутек Z8, но если поставить колеса рядом, то видно, что идея одна, а реализация все-таки немножко разная. И как бы форма канавок, их количество и маленькие их элементы не совпадают, и говорить о том, что это копия или тем более сворованная копия нельзя, это все-таки собственная разработка, в основу которой была положена идея Мицеллера. По составу резины здесь четкая двухкомпонентность прослеживается, тут даже прям видно линию, где переход слоев есть, то есть у нее достаточно широкий жесткий центр и краешки резины мягкие для того, что если вы умеете наклонять мотоцикл, чтобы терся край резины, чтобы в этот момент у вас работал мягкий компаунд, расположенный на боковинах, и был хороший держак, чтобы вы смело могли ехать в поворотах, не боясь. Центр более жесткий, это обеспечивает большой ресурс, боковины мягкие, это обеспечивает хорошие сыпные свойства в глубоком наклоне. У резины стальной корт от края до края, по центру он немножечко жестче, потому что более плотная навивка, по краям помягче. Эта технология Interact тоже впервые была опробована на Мицеллере, здесь она заимствована. Еще здесь специальная шестигранная святая проволока в том месте, где резина садится на диск, даже если вы будете ее эксплуатировать при невысоком давлении, у вас не будет того, что при резком открытии газа у вас будет прокручиваться диск относительно колеса. Здесь очень плотная посадка резины на диск, и резина захлопывается на хамп и держится на мотоцикле очень хорошо. По размерам я вам рассказал, по предназначению это гипербайки типа Дрозда, Хаябус и Кавасаки ZX14, так и обычные мотоциклы, которые подразумеваются вот как дорожный туризм. Например, Suzuki GSX 1000, какой-нибудь Honda VFR 800 и 1200, из Ямахи это будет FGR 1300, то есть это такие быстрые туристы и обычные дорожные мотоциклы, которые можно назвать naked, но которые используются в более-менее в гражданском виде, а не для резких прохватов. Для резких прохватов есть более спортивные резины, а это именно гражданская, спортивно-туристическая. King Tire K905 это мягкая спортивная резина для современных спортбайков и для очень быстрых naked. Существует только в тех размерах, которые используются на треках. Для маленьких мотоциклов 110 и 140, для взрослых мотоциклов 120 перед 180, 190 заднее колесо. Это реально получается полуслик или как называют его у нас нарезка. То есть это очень мягкая резина, которая заточена на агрессивную езду в городе и на выезды на трек, но выезды своим ходом, потому что это не чисто трековая резина. Это все-таки гражданская резина из-за того, что у нее в составе резиновой смеси используется диоксид кремния, силика. То есть она быстро прогревается, она не требует грелок, она в течение полукруга после старта уже выходит на рабочую температуру и хорошо держит. И это же позволяет использовать ее просто в городе на хороших быстрых мотоциклах, если вы ездите реально бодро. Она тоже будет хорошо держать в городе и не требовать какого-то особенного ухода, потому что это в принципе гражданская резина, но очень мягкая и со спортивными характеристиками, с цепными свойствами. Она двухкомпонентная, у нее перед просто мягкие боковины совсем мягкие, она хорошо держит по мокрому, потому что у нее есть канавки водоотводные, которые сделаны для того, чтобы отводить воду из пятна контакта резины с асфальтом. При установке, смотрите на стрелочке сбоку, там есть стрелочка Rotation, ставьте по стрелке. У этой резины стальной корт от края до края, это радиальная резина, индекс скорости у нее W в скобочках, это 270 км в час. Соответственно, есть гарантия того, что это колесо не расслоится и не развалится при вашем опробовании максимальной скорости вашего мотоцикла. King Tire K70 это резина для кастомов, круизеров и туристических мотоциклов. Существует в двух размерах. Первый размер, как здесь у нас сейчас 130 и 150 на 16, это такой Харлеевский размер на туринге начала века и сейчас такое ставится на Спорстер 48, например. И на Херитэдж тоже до сих пор ставятся такие размеры, но следите за индексами нагрузки. Здесь у 130 индекс нагрузки 67, у 150 индекс нагрузки 71. Если ваш мотоцикл по паспорту требует больших чисел, то эту резину использовать нельзя, подбирайте резину в соответствии с индексами нагрузки. Но эта же модель еще существует в уникальном размере для нынешнего поколения Honda Goldwing с 200 на 55, 16 задом и 130, 70, 18 перед. Сама по себе заявка выпуска резины на Honda Goldwing последнего поколения в Китае это очень сильный ход и я надеюсь, что ребята знали на что они идут и что они несут ответственность за то решение, которое приняли. Потому что у них хватило сил сделать резину на мотоцикл, который совсем не медленный и совсем не дешевый. В отличие от другой резины в размерах на 16 колеса King Tire они радиальные, они с стальным кордом и мало того, уникальные случаи в чоперной резине они двухкомпонентные, у них боковина мягче чем центр по составу резины и соответственно, что дает нам при большом ресурсе езды по прямой хорошие сцепные свойства в поворотах. У этой модели резины шестигранная плотная проволока в зоне контакта с диском, она очень плотно садится на диск, хорошо держится и при каких-то сильных ударах или в поворотах у вас не возникнет ситуация, когда боковина соскакивает с хампа и у вас разбортовывается колесо. То есть эта резина при защелкивании на хамп очень плотно сидит и разбортовать ее будет очень сложно. В этом же рисунке протектора бывает резина для электроскутеров с посадочным диаметром 12 дюймов, поэтому если вы увидите вот в таком рисунке маленькие колесики, не пугайтесь, это они не усохли, это просто та же модель, которая выпускается для электрических скутеров, но основные поставки естественно приходится на 16 и 18 колеса для чоперов и для голдвинга свежего. King Tire K95 это резина для современных макси скутеров, она бывает 14-15 дюймов передние колеса в ширине 120 и шириной 160, задние колеса тоже 14 и 15 дюймов, что покрывает практически полностью сегмент больших диванов. Это T-Max, это Borgman, это Sim, причем Максим как 400, 600 и 500 тоже. Единственное, что сюда не попадает, это 400-ый Borgman и Silverwingи хондовские, потому что там 13 дюймовое заднее колесо. Вот на них это поставить не получится, а на все более-менее современное большое скутерообразное это встает без проблем. Резина радиальная, резина двухкомпонентная, боковинка мягче, чем центр, резина со стальным кордом, резина с шестигранной стальной проволокой в зоне контакта с диском, то есть все технологии мотоциклетные современные в этой скутерной резине тоже присутствуют. Индекс скорости этой резины 210 километров в час это больше чем могут ехать скутеры объемом 600 кубов. Рисунок современный такими ровными черточками, которые выводят воду из дна контакта. По установке резины смотрите на стрелочку на боковины, там есть стрелочка с надписью Rotation, ставить нужно по стрелке, потому что передние и задние колеса они одинаковые по рисунку, но разные по направлению вращения будут. Так что следите за стрелочкой, следите за руками. Существует мнение, что современные электронные помощники газа и тормоза на мотоцикле позволяют производителям резины расслабиться и делать просто что-то похожее на резину, а уже электроника сделает так, чтобы вам было на этой резине ездить безопаснее. Но это неправда. Эти электронные помощники, они позволяют гораздо быстрее подойти к грани сцепных свойств резины и сделать это при отсутствии богатого опыта управления мотоциклом. Это может привести к тому, что даже не очень опытный человек может мотоцикл водить достаточно быстро для того, чтобы перейти через грань сцепных свойств резины и, ну, банально упасть. Поэтому производителям резины расслабляться ни в коем случае не получается, им приходится делать все более и более цепкую технологичную резину, чтобы справиться с современными скоростями мотоциклов. Поэтому вход на рынок резины сейчас, он такой же сложно, как это было 10-15-20 лет назад. И вообще новые производители на рынке резины это большая редкость, потому что для того, чтобы туда войти, нужно сделать что-то действительно хорошее. С плохим продуктом на рынок резины попасть не получится. Этот рынок сейчас очень высоко конкурентный и очень технологичный. Мы приветствуем нового производителя, который пришел на наш рынок с хорошей резиной по хорошим ценам и надеемся, что эта марка нам всем понравится. А как она реально держит, мы уже будем пробовать в следующем году, потому что сейчас осень и сейчас начинать какие-то тесты уже поздно, к сожалению. Резина King Tire, кстати, не путайте ее с резиной King Stire, которая была раньше представлена на нашем рынке, прямо в самом начале нулевых годов. Это разные бренды, разные производители, совершенно разные резины, потому что King Stire никогда не делала радиальную резину, а King Tire специализируется именно на производстве радиальной резины. Эта резина уже в Москве, она уже представлена в салонах Bikeland. Если вам интересно, то можно прийти, пощупать пальцем, потереть когтем, попродавливать, убедиться, что она неплохо сделана и, может быть, даже купить себе для своего мотоцикла. С вами был Денис Панферов, канал журнала Мотоэксперт. Будьте счастливы, не падайте и не болейте. Всего доброго!